Николай Николаевич, как избавиться от навязанной страховки? Очень важный вопрос и, безусловно, всегда будет актуальным, потому что почти каждый день люди сталкиваются с приобретением кредитов тех или иных в том или ином размере. И при приобретении кредитов возникает такая проблема, как предложение якобы добровольной страховки, страхования жизни дома, собаки, без разницы, чего угодно. Что необходимо в этих ситуациях делать? Конечно, абсолютно уйти от этой проблемы не получится, потому что в последнее время прямо в кредитных договорах прописывают условия, что если вы не приобретаете нашу добровольную страховку, то увеличивается либо сумма кредита, либо проценты, либо сроки уменьшаются. Те или иные санкции, которые уже становятся невыгодными для получения кредита. Поэтому люди вынуждены подписывать такие договоры. Но вместе с тем есть выход из ситуации. После подписания возможно в течение 14 дней обратиться с соответствующим заявлением в страховую организацию для того, чтобы закрыть эту страховку. Не позже. Потому что позже уже будет гораздо проблематичнее. Именно вот этот период, он называется Банком России, период охлаждения, когда потребители имеют право вернуть страховку с наименьшими потерями. Что необходимо сделать? Необходимо желательно обратиться к профессионалам, к юристам, адвокатам, которые помогут грамотно составить это заявление. Потому что в последующем, если это заявление будет использоваться как письменное доказательство в суде, то оно должно быть уже правильно оформленным в суде непосредственно. И необходимо также учесть, что чем позже человек будет обращаться за возвратом страховки, тем, конечно, меньше он сможет получить. Потому что в этих же договорах страхования прописываются условия, что они начинают действовать с момента, когда человек подписал страховку. То есть желательно сразу же непосредственно в следующий день идти к профессионалам и возвращать страховку. Чем дольше тянете, тем меньше получите. Субтитры создавал DimaTorzok